Вы мечтали о повышении зарплаты? Поздравляю! Вчера это произошло. Набиулина вчера повысила зарплату всем гражданам страны. Вы не поняли в чем дело? Не ощущаете? Объясняю. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вчера, 20 октября 2021 года, глава Центробанка на совещании, Центробанка же, объявила о повышении ставки, учетной ставки Центробанка сразу на 0,75%. То есть на 75% пунктов. Это вообще очень круто, потому что все аналитики ожидали, что будет, конечно, повышение ставки ЦБ, но ожидали, что либо на 0,25, либо на 0,5. Почему это так важно? К чему это привело? А это приводит к тому, что что такое ставка Центробанка? Это стоимость денег, грубо говоря, стоимость денег для всех, буквально потому, что это опорная величина. Как это отразится на вас? Ну, это, во-первых, уже отразилось, а во-вторых, это еще отразится в будущем. Давайте объясню, каким образом. Посмотрите, как менялся курс доллара к рублю за последнее время. Вот, посмотрите, он еще недавно был 80 рублей за доллар. Когда это было? Это было в конце марта прошлого года, когда полный локдаун и все останавливалось, когда все вот эти вот противковидные меры и так далее были. Курс рубля к доллару внезапно повысился до 80 рублей за доллар. И потом он начал потихонечку опускаться. Но постепенно, значит, он опустился до буквально там 68-67 рублей за доллар и снова начал повышаться. И вот осенью прошлого года, где-то октябрь-ноябрь, вот мы видим, он снова повысился до 80 рублей за доллар. А потом потихонечку, потихонечку, потихонечку шел-шел вниз. Что произошло вчера, сразу после объявления решения ЦБ, вот здесь было решение ЦБ и вот здесь. Посмотрите, ну доллар резко там, так сказать, вскочил, отжался. Но, тем не менее, вчера доллар впервые за долгий период, за полтора года, по крайней мере, обновил минимум курс рубля к доллару. Или доллар к рублю, я не знаю, как это. Короче говоря, он опустился ниже 70 рублей за доллар. И если вы пересчитаете свою зарплату в долларах, то, скорее всего, она не менялась в последнее время. Так вот, если вы пересчитаете ее в доллар и переведете, то в долларах-то она выросла. Вы скажете, что вам до этого нет дела, что вы получаете в рублях, но на самом деле дело есть. Потому что все, что вы покупаете в магазине, практически все, ну прежде всего, всякие там гаджеты, сотовые телефоны и так далее, это все покупается, это все импортно и все покупается за доллары. Потому что компании, которые покупают все это там в Китае, в Южной Корее, в Америке, они все платят в долларах. Рубль становится тяжелее, то эти компании будут платить меньше денег. И есть надежда, что рост цен прекратится. Вы скажете, нет, нет, рост не прекратится, потому что есть инфляция, мы видим, что цены постоянно растут. Так вот, для чего Набиулина подняла ставку учетную Центробанка? Как раз для того, чтобы остановить вот этот самый рост цен. Потому что цены растут. Это значит, что деньги становятся дешевле, а цены растут во всем мире. Цены растут в долларах во всем мире. И если рубль к доллару стал тяжелее, укрепился, неслыханно вроде бы, да? Но вот вы видите на графике, что он укрепился, и он укрепился на почти 12%, то есть на 12% ваша зарплата стала тяжелее в долларах. Я еще и еще раз повторяю это. К чему это приводит? К тому, что импортные товары становятся, если они в долларах дороже, то, по крайней мере, в рублях они становятся не настолько дороже, как в долларах. То есть есть сейчас во всем мире, во всем мире растут цены, во всем мире растут цены в долларах. И в России это выражается в меньшей степени. Вы хотите, чтобы рост цен остановился? Вот вы получаете повышенную ставку ЦБ, но, конечно же, кому-то от этого хорошо, кому-то плохо. Как это отразится на вашей жизни? Ну, во-первых, я уже сказал, рост цен, скорее всего, либо замедлится, либо прекратится. Но, очень многие люди привыкли жить в кредитах. Когда вы заключаете кредитный договор, то вы знаете, что вы будете платить по кредиту какие-то проценты. Какие это проценты? Ну, скажем, там 12%, 16%, 20%. Так вот, откуда берутся деньги, которые выдает банк вам в качестве кредита? Вы думаете, что банк вам выдает свои деньги? Заблуждаетесь. У банка нет своих денег. У банка есть только деньги клиентов, которые он выдает вам в качестве кредита. Но клиенты-то тоже не держат деньги в банке. Нет денег сейчас у людей. Поэтому люди забирают деньги из банков, например, да, или не хватает этих денег. То где берет банк деньги? Он берет эти деньги у Центробанка. Так вот, эти деньги, которые банк берет у Центробанка, чтобы выдать вам в качестве кредита, он тоже берет в кредит, но у Центробанка. И этот кредит для банка подорожал автоматически на 0,75%. Что это значит? Это значит, что банк, когда будет выдавать вам кредит, он уже повысит эту ставку кредитную побольше, раза в два, в три. То есть, ваш кредит уже будет дороже, ваш процент по кредиту будет больше, скажем, на 1,5-2, может быть, даже на 3%. Поэтому, если вы брали кредит, скажем, под 16% годовых, то теперь вы будете брать кредит под 17,5% или под 18% годовых. Вот к чему это приведет. Вы рады этому? Не уверен уже. Поэтому здесь с какой стороны посмотреть. Если вы берете кредит, то вам становится немножечко хуже. А если вы платите по старым кредитам и не собираетесь брать новый кредит, то это хорошо. Еще один момент и очень-очень важный. Посмотрите, к чему это приведет. Это автоматически приводит к тому, что всякие различные активы, которые номинированы в рублях, автоматически становятся дороже в пересчете на доллары. Какие это активы? Ну, всякие, скажем, недвижимость, всякое, так сказать, вообще все. И в том числе акции. Российские акции. Акции российских компаний, они номинированы в рублях, и поэтому они дорожают в долларах. А акции российских компаний сейчас недооценены. Ну, у России есть риски определенные, и поэтому в Россию иностранцы опасаются вкладывать. Если вы помните, что еще совсем недавно, значит, там деньги в Россию текли, и, значит, там построено огромное количество предприятий, то потом был отток денег из России. Гигантский отток. Почему он происходил? Ну, после 2014 года, после известных событий, на Россию стали накладывать санкции различные. И эти санкции вели к тому, что деньги из России утекали, потому что деньгам было неинтересно в России. Это и политические мотивы, там и какие-то разные правительства. Но, прежде всего, Америка запретила выдавать нам кредиты. И нам перестали давать кредиты, нам перестали давать деньги. К чему это привело? Мы совершенно спокойно рассчитались по старым кредитам, а в новые кредиты не влезли. И поэтому сейчас у России уникальная ситуация. Россия это одна из немногих стран в мире, у которых практически нет внешнего долга. Потому что нам его никто не дает, а старый мы выплатили. Поэтому с точки зрения финансовой, такое государство, как Россия, чрезвычайно привлекательно. У нас нет внешнего долга. Нам не грозит дефолт по внешним долгам. Поэтому иностранцы, когда думают, куда вкладывать деньги, куда бы поинтереснее вложить деньги, они видят, что внешнего долга нет. Первое. Второе. Рубль, крепкая валюта, и он укрепляется. Это они видят. И еще они видят, что процентная ставка Центробанка повысилась. И иностранцы никогда не видели таких ставок. То есть они мечтают о ставке, потому что в Америке ставка 1,5-2% это считается очень хорошо. 3-4% это очень хорошо. У нас 7,5%. Если кто-то скажет, что политика мешает и так далее, в России нарушаются права человека, когда капиталистам интересно, когда капиталисты хотят найти, куда инвестировать свои деньги, им главное предоставить надежность, и они приползут на карачках и принесут свои доллары в зубах. Поэтому уже сейчас наблюдается приток денег в Россию иностранных на фондовый рынок, потому что проще всего купить акции российских компаний, которые сейчас недооценены. Недооценены акции российских компаний. Они очень привлекательны для иностранцев. Облигации. Облигации это самое надежное, что может быть, это облигации у ФЗ. И иностранцы видят, какие облигации. А иностранцам пока еще разрешено покупать облигации. Но, по крайней мере, не новые, а старые, им можно покупать, и поэтому они будут скупать сейчас, и уже начали скупать российские евробанды. Понятно? И поэтому российский рынок растет, и поэтому российский рынок вырастет еще больше, скорее всего. А так как деньги иностранные идут в Россию, они сами идут, потому что их в мире много, их в мире очень много. Они могут скупить всю Россию на корню моментально, и поэтому, как только они почувствуют, что в Россию вкладывать снова интересно, никакие препоны не помогут, и они будут вкладывать, что произойдет после этого. А после этого, когда деньги потекут в Россию, рубль еще больше будет укрепляться, и ни один Центробанк, ни какая Набиульна не справится с этим делом, рубль будет укрепляться. Вот такой позитивный мой прогноз. Если вы не согласны со мной, или что-то возражаете, пишите в комментариях. Ну, а что делать прямо сейчас? Я думаю, что прямо сейчас надо вкладывать в российский фондовый рынок. Какие акции выбрать, я рассказываю на своем канале, поэтому подписочка и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои видео, потому что я рассказываю регулярно о том, какие акции купить, как их выбирать, на что смотреть. Ну и, кроме всего прочего, у меня есть сконцентрированные такие вот знания, которые я передаю в виде курсов биржи для чайников, либо портфель 100 тысяч рублей, который я сформировал в портфеле. Он показывает очень хорошую устойчивость, несмотря ни на какие колебания, потому что он сбалансирован по активам. Там есть баланс 50% в рублях, 50% в долларах, 40% у меня на настоящий момент в облигациях, либо в консервативных каких-то активах, и 60% в акциях. Вот такой у меня сейчас портфель, из чего он конкретно состоит. Он даже диверсифицирован по странам, поэтому очень полезная штука. Я вам очень-очень советую, вы сейчас прямо увидите ссылочки на портфель 100 тысяч рублей. Вы посмотрите, пожалуйста, если кто-то еще не смотрел, как я формирую этот портфель. Максимальная диверсификация, максимальная устойчивость. Есть портфели, соответствующие у других брокеров. Я могу посоветовать, если хотите, пишите, у какого вы брокера, и я вам скажу, если знаю, по крайней мере, какой портфель выбрать. Ну а на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.